Влияет ли дерево на звук гитары? Какая разница? Главное, чтобы оно влияло на наше решение, покупать гитару или не покупать. Давайте посмотрим, что вообще потенциально может повлиять на то, купишь ты гитару или не купишь. Точнее, я куплю гитару или не куплю. Вот тут есть какой-то набор штуковин, которые я считаю важными или не важными, но которые так или иначе в гитаре присутствуют и могут повлиять на выбор. Есть шкала для того, чтобы знать, где чего. Пятерочка, ну, все понимаете. Ну, а я Вадик Углов, и я самый классный специалист по гитарам во всем мире, а может быть... Даже и на ютубе. А пока вы ставите лайк и подписывайтесь, чтобы видео попало к большему количеству пользователей, давайте начинать. Первое, значит, что это такое? Это форма гитары. Форма гитары это самое важное говно на свете. Мы в прошлый раз разбирали с вами все формы гитары, как и бывает, и поняли, что они очень разные и очень много чего можно вытянуть оттуда. Форма гитары самое важное говно, потому что гитара должна вам нравиться. Если вам не нравится ваша гитара, вы не будете на ней заниматься, вы не будете ее брать со стойки, вы не будете ее забирать из чехла, доставать из шкафа или где она у вас лежит. Короче, гитара должна быть максимально в доступном месте, чтобы ты захотел поиграть. И хоп, все, ты играешь, у тебя нет никаких препятствий между тобой и гитарой Но ты вот этого не сделаешь, если тебе вот это вот ощущение неприятное Если тебе не нравится форма, если тебе не нравится то, как твоя гитара выглядит Поэтому форма это самое важное говно Не покупайте гитару, если это не телекастер Следующая фигня, количество ладов Количество ладов, честно говоря, меня не очень волнует Я прям сразу в единичку это запихаю, объясню, в чем прикол Раньше мне нравились всякие вот эти вот шареты, вот это вот все Я думаю, о, чем больше ладов, тем можно круче пошарить На самом деле, да какая нахрен разница Я уже давно перешел от того, чтобы задрачиваться по гитаре И я делаю просто песни А песни это не количество ладов Вот на этом басу зачем-то, 24 лада Для меня загадка, кто вот здесь, играл кто-нибудь на басу когда-нибудь? На вот, 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 вот здесь кто-нибудь играл когда-нибудь? Зачем 24 лада? Для кого вообще? Не знаю, я дальше 12, мне кажется, на басу не залазил Что это такое? Возможно, если ты Чарльз Берт Хоуд, вот этот вот Может быть, у тебя что-то и получится На обычном телекастере сколько? 21, наверное, лад На обычном телекастере достаточное количество ладов Может быть, единственное, что если у тебя дохрена ладов И там, 29 То у тебя все остальные лады немножко влево смещены И у тебя легче доступ к верхним ладам Фиг знает Короче, насрать на количество ладов Это, я не знаю, для кого Это для дрочеров Следующая штука Вес гитары Вес гитары Это достаточно важная штука Потому что, если ты играешь на сцене У тебя гитара висит на ремне И спинка твоя может тебе сказать приветики Я не знаю, сколько вам лет Но мне столько лет, что может сказать приветики Короче, я думаю, что вес гитары достаточно важная штука Чтобы обратить на него внимание, когда покупаешь гитару Если гитара слишком тяжелая А тебе надо выступать на сцене Пошла она в жопу Привет, Gibson Explorer Лис Пол Вот это вот все Какая самая тяжелая гитара? Кто знает? Кто взвешивал? Сейчас мне Уралов, да, понапихайте в комментарии Не надо, пожалуйста Что еще? Электрогитарность Это электрогитара или это не электрогитары? Это как будто бы это важно Когда ты покупаешь гитару Ну, типа, если тебе нужна электрогитара Ты покупаешь электрогитару Если тебе нужна акустика Ты покупаешь акустику Если тебе нужна классическая акустика Ты покупаешь классическую акустику Важно, короче Электроэлектрифицированность гитары важна Если тебе нужна подключабельная акустика Это прям фактор-фактор Нет ничего, конечно, что нельзя исправить Вмешательством в конструкцию гитары Почти что Но, тем не менее, как будто бы важный какой-то параметр Стоимость Давайте стоимость возьмем Стоимость гитары тоже такой же важный параметр Потому что, если у тебя нет денег на гитару То, как бы, как ты купишь гитару На самом деле, стоимость тебе определит Какую конкретно гитару ты купишь Но по факту стоимость это не очень сильно ограничитель Это фактор, но не ограничитель Потому что гитары, которые стоят не очень дорого Это тоже нормальные гитары Не знаю, смотрели ли вы видео про то, как я анализировал гитары на Reverb.com И там стоимость от 100 баксов и выше В целом на качество, на то, насколько эта гитара ушатанная Насколько эта гитара вообще в состоянии чего-то делать Особо не влияет Все, что выше 100 баксов, окей Вот ниже 100 баксов, там всякий трошачок, погорельцы Там поломки всякие, отколыши Вот это вся история А нормальные гитары, которые хоть что-то с ними можно сделать Они стоят до 200 баксов Можно стабильно, короче Сколько это сейчас? 200 тысяч рублей Короче, стоимость важна Потому что ты не купишь гитару за 100 тысяч рублей Если у тебя только 20 тысяч рублей Но и за 20 тысяч рублей ты купишь нормальную гитару Что это у нас? Длина мензуры Длина вот этого, длина, длина Имеет ли значение длина? Да хрен ее знает Не особо на самом деле, я бы сюда куда-нибудь положил Насрать на нее на длину На что влияет длина на самом деле? Чем у тебя короче мензура Тем у тебя более хлипкие струны Потому что чем предмет больше, тем он ниже звучит Чем он меньше, тем он звучит выше Это логика Вспомните, любое животное Чем у них меньше голосовые связки Тем они пищат пискляве Чем они крупнее, тем они громче, страшнее рычат То же самое здесь Чем у тебя больше мензура Тем у тебя сложнее тебе высокую ноту высрать из этой мензуры Соответственно тебе сложнее давить на струну Тебе тяжелее делать подтяжку Поэтому оно влияет Но, честно говоря, не настолько, чтобы это был какой-то решающий фактор в выборе гитары Конфигурация звукоснимателей Синглы, хамбакеры, вот это вот все Я не знаю Мне кажется, это одна из важных вещей Если бы у меня была возможность купить себе 500 гитар Я бы себе купил гитару на синглах Гитару на хамбах И, наверное, какую-то комбинированную гитару Где есть и сингл, и хамбакер Наверное, хамбакер в неке И сингл в бридже Или хрен его знает Мой идеальный расклад по звучкам Это когда у тебя две рельсы И ты можешь переключать отсечкой на синглы и на хамбакеры обратно Вот это самый классный расклад Рельсы не то, чтобы я прям вот апологет того, что ты тянешь подтяжку И рельса, потому что там непрерывный магнит Она всю дорогу цепляет твою подтяжку И нет дырочек между этими маленькими пипочками Я не про это Мне просто чисто визуально нравится, как выглядит рельса Как вы поняли, я вообще за визуальный аспект гитары топлю всеми ногами Вот, ну и, соответственно, если бы я покупал одну гитару И на ней не было бы возможности оттечки Я бы, наверное, взял гитару на хамбах, потому что хамбы чуть-чуть больше дают широкий диапазон того, что можно сделать со звуком Форма головы Угадайте, куда я ее положу? Раз, два, три, угадали? Конечно, форма головы это супер важно Так же важно, примерно, как форма корпуса Может быть, чуть-чуть менее важно Но из той же категории Потому что форма головы влияет на внешний вид гитары Если у вас голова гитары некрасивая То что вы будете на ней играть? Не на эээээ А еще она влияет на расположение колков И там настрой, говорят, что влияет, хрен его знает Красота Это все, что вам нужно от гитары Как это называется? Окантовочка Я не знаю, мне окантовочки вообще насрать Вот знаете, на гипсонах бывает такая белая полоска по контуру Я не знаю, что за прикол Что на нее надрачивать, на эту штуку Окантовка какая красивая Не знаю, такая фигня, мне кажется Ни на что не влияет, пошла в жопу окантовка А вот то, насколько гитара строит Насколько она вообще настроена Не с точки зрения настраивания струн А насколько она вообще конфигурируема Вот это приколдоз, так приколдоз Это одна из важнейших вещей Чуть менее важная, чем внешний вид Но тем не менее, если у вас гитара не строит Если что-то у нее отваливается Что-то там не подкручено и не сделано Прогиб какой-то не такой Или там анкер, что-то там не туда Вот это все, это жопа, невозможно играть Поэтому супер важная фигня И если нет возможности на это повлиять Если там плохие детали в этом завязаны Плохие материалы, плохая настройка То эта гитара в жопу идет Это что такое? Это веерные лады Веерные лады насрать на веерные лады Ни разу не играл на веерных ладах Не знаю, что это такое И слава богу, нафиг они нужны Как будто бы, что веерные, что не веерные Одно говно Тип бриджа Тип бриджа важен Сложно с этим спорить Мне почему-то не очень нравятся тюноматики Потому что у меня, наверное, в детстве был какой-то плохой тюноматик Он у меня рвал первую струну регулярно Или я рвал себе первую струну регулярно Не знаю Но тип бриджа, это важно Потому что он влияет на настройки Он не так важен, как сами вот эти настройки Но важен, тем не менее Потому что если у вас нет возможности настроить Каждый отдельный бочонок Каждую вот эту длину каждой струны Индивидуально То у вас вряд ли получится интонировать гитару Суперпуперически Поэтому бридж важен Мне очень нравятся роликовые бриджи Потому что они дают струне двигаться свободно Потому что я при этом люблю еще рычаги тремоло Давайте сразу поговорим о тремоло Тремоло это важное говно И не потому что он позволяет делать ма-ма-ма А потому что это внешний вид гитары Гитара с тремоло Сексуальнее, чем гитара без тремоло Особенно если это Бигсби Мне нравится Бигсби не потому, что он там что-то где-то А потому что он красивый в первую очередь Но для меня, например, Флойд Роуз или Фендеровские тремоло Они слишком жестко делают То есть слишком большой ход у рычага Слишком большое изменение тона Мне нравится, когда рычаг поглажа, помягче Такую небольшую вибрацию дает И слава богу, без вот этих дайв-бомб Без каких-то затягиваний Вот Бигсби для меня прям идеально Но самое главное, он влияет на внешний вид гитары Гибсон СГ без рычага Это гитара на единичку Гибсон СГ с рычагом Это гитара на пятерочку Вот вся разница, короче, в тремоло Ну и соответственно, если у вас тремоло То бридж очень важен Потому что если у вас не роликовый бридж И какое-то активное тремоло Или если у вас какой-то бридж Не подходящий под вашу систему У вас будет струна тереться об него Или застревать в нем Или еще чего-нибудь И будет жопа Бренд гитары Фирма, которая сделала Я думаю, что это, наверное, один из таких Средневажных критериев Потому что бренд определяет критерии качества Если на гитаре написано, что на Фендер, Гибсон Ибанас, вот эти вот, короче, штуки Которые мы все знаем ПРС или еще что-нибудь Мы доверяем бренду Мы знаем, что с большей вероятностью Гитара будет качественно сделана Хорошо настроена Не развалится послезавтра Естественно, это не гарантирует, что гитара не говно Ни в коем случае Но вероятность намного выше У Фендеров, у Гибсонов, у Ибанасов Быть качественнее, чем у каких-то Ноунеймовых гитар, сделанных в Индонезии Что их, конечно, разительно Отличает от брендовых гитар, сделанных в Индонезии И, кстати, об Индонезиях Я думаю, что география изготовления гитары Почему-то особенно в русскоязычном сегменте Это какая-то супер важная штука Типа, у меня американец, у меня Мексика Да насрать, кто у тебя Вообще плевать Возможно, возможно, возможно Это какой-то критерий качества Но сейчас производственное оборудование Как такового не имеет Может быть, только если очень косвенным Я совсем к этому не отношусь никак Поэтому это для меня фактор ни-ка-ку-щий Аксессуары Аксессуары для гитар Типа чехлы, ремни, вот это вот все Вот у меня вот эта гитара шла с чехлом Вот эта гитара шла с чехлом Как будто бы все нормальные новые гитары Идут с чехлом Хрен его знает Но это ни в коем случае не фактор По которому я покупаю гитару Чехол тут типа есть, хорошо, нет Досрать на него Поэтому давайте положим его в самый низ Потому что для нас не имеет значения Если вы, конечно, покупаете гитару Из самого низа рынка Если у вас в комплекте с гитарой идет чехол Комбик, провода, ремень Вот это вот все Может быть, даже медиатор То тогда, возможно, вы за этот пакет Получаете лучший комплект Чем если бы вы смогли купить Собирая его индивидуально по отдельному куску В самом низу рынка это действительно важно Когда у вас ничего нет И вы хотите только-только начать Возможно, вам эта штука пригодится, конечно Но когда у вас что-то уже есть И вы уже знаете, что вам надо Это совсем никакой не фактор Износ гитары Ох, ох, ох Износ гитары Некоторые люди стремятся купить гитару Которая сразу такая изношена На которой царапины, затертость Еще что-то Есть реликовые гитары Которые искусственно состарены Я этой фигни не понимаю вообще Мне очень нравится Как выглядят старые гитары Все они с царапинами Вот это все Особенно мне нравятся царапины на мои гитары Потому что с этим связана какая-то история Вы же тоже знаете Откуда у вас каждая царапинка Каждая вмятинка взялась, да? И в этом и прикол Потому что в них душа есть какая-то История какая-то Какие-то воспоминания Вы можете приложить свою жизнь К этой гитаре И вас что-то связывает Объединяет что-то большее Чем музыка даже И поэтому это важно А если она состарена искусственно Да вообще пошла в жопу Я не знаю Для меня тоже Никак-никак вообще ничего не определяет Искусственное состаривание Естественное состаривание Если бы я покупал бушную гитару Я вижу, что она состарена Ну типа окей Черт Но никак это на мое решение не повлияет Это что у нас? Локовые колки Локовые колки Это прикольная тема Но во-первых Колки можно легко поменять А во-вторых Как будто бы у меня есть гитары И с локовыми колками И без локовых колков И как будто одно говно Ничего не заметило особой разницы Чуть удобнее натягивать струны Окей Но не настолько Чтобы это было важно Что-то ничего не важно в гитаре Вы заметили, да? Форма грифа Форма грифа Вот он С-образный Д-образный Плоский Широкий Вот мне не нравится Гриф на классических акустиках Потому что у них О-очень Они прям вот Типа Так вот Я не знаю Полено обнимаешь Какое-то очень неприятное ощущение От игры на таких гитарах Мне нравится Когда гриф тоненький Узенький Чтобы было прям легко Его в руку брать При этом мне нравится Когда сама накладка плоская Лады плоские Чтоб можно было Я не знаю Мне вот так удобнее Насколько я понимаю Если у меня будет Какая-то другая гитара И я на ней месяцок поиграю Я привыкну И для меня это станет нормой Поэтому форма грифа В том плане Что какой он Изогнутый Не изогнутый Прямой Скалопированный Вот это все важно Но не очень на самом деле То есть это удобство игры Но к этому легко привыкнуть Цвет Это самое важное говно Я уже сто раз говорил Цвет Самое важное Что может быть в гитаре Форма и цвет Это вот определяющие факторы Потому что если вам не нравится Форма и цвет Гитара пошла в жопу Вы просто мимо пройдете Не начнете проверять даже Строит она или не строит Есть у нее там проблемы Или нет Какие-то по плейбилити Поэтому цвет Супер важная фигня Коллекторская ценность Не знаю Насколько Вот эта вот Коллекционная история Может мне как-то помочь Кому-то это важно Мне честно говоря Не очень важно Ну прикольно Если у гитары Какая-то история Нет Не прикольно Вообще не прикольно Мне нравятся мои гитары Чужие гитары Мне не очень нравятся Поэтому пошли в жопу Чужие гитары Сарямба Что-то у нас осталось Осталось не так много параметров Какой возьмем Давайте колки Добьем колки Сами колки Насколько они Вот как вот конфигурация Они же тоже разные бывают Я не знаю Я сколько колков не видел Честно говоря Ни на что это не влияет Если у них зубья не выпадают Если они не прокручиваются просто Ну типа шестеренка там Не сломанная Червячная передача Не изогнута Не замята Если не плоскогубцами Их надо крутить То все хорошо Колки и колки У меня на Моих гитарах Есть колки Очень разных ценовых диапазонов Вот на этой например Оригинальные фендеры Нормально Ничего вообще Ни одной жалобы у меня нет На этой какая-то странная Вообще колочная система Которая в корпус зашита Ничего Не жалуюсь Есть у меня колки За 500 рублей Которые я купил Причем Ну типа Ни разу они меня не подвели Ничего не расстраиваются Всякое разное И вот на На укулере Вообще колки Какие-то из говна сделаны Вообще не имеет значения Покуда все не разваливается И не прокручивается Если чисто вот Физически они не нарушены Если усталость металла Не наступила И они сделаны Не из песка То все хорошо у вас С колками Не знаю Вообще не фактор Дальше Новая гитара Или не новая гитара Ну не знаю Я не очень люблю Чужие гитары Но если б я Покупал гитару Какую-то под задачу Я б наверное посмотрел Бэушную Потому что она чисто дешевле будет Это влияет на деньги То есть она напрямую Конечно влияет на решение Но как будто бы Не очень сильно Мне честно говоря Плевать Новая гитара Или не новая Хотя все гитары Которые у меня есть Они были у меня новые У меня нет бэушных гитар Которые я взял с рук Возможно важно для меня Это хрен знает Активная и пассивная У меня нет ни одной Активной гитары Если не считать вот эту Но она у нее там Предусилитель вот этот Акустический Все как полагается Поэтому ну наверное Не знаю Не влияет совсем Я бы сюда положил На слух я не слышу разницы Говорят есть какая-то разница Между активной и пассивной Звучками Я не знаю У меня все гитары Электрогитары пассивные И ничего сейчас Совершенно страшного В этом нет Мне устраивает абсолютно И выхлоп с них потрясающий Я не знаю На что там Еще и батарейку надо менять Если я увижу гитару И одна будет активная Другая пассивная Я считалочку посчитаю И выберу просто наугад Следующая Это цельнокорпусная она Или полотелая Хрен знает Если вы покупаете гитару Которая цельнокорпусная Ну в общем Как будто бы это так же важно Как электрогитара эта Или акустика Но чуть менее важно Потому что Но в целом Если ты телекастер Покупаешь и в нем Вот этот вырез с эфом Он на эстетику влияет А на какие-то другие характеристики Ну наверное тоже влияет Но не так сильно Поэтому не самый важный фактор Но пусть будет Где-нибудь на третьей строчке Лады Лады бывают разные Мне нравятся лады Которые огромные Толстые Потому что по ним Легче делать бенды Потому что у тебя палец Дальше от грифа Он не касается деревяшки И не трется об нее И вообще легче получается Плюс у него ресурс больше У толстого лада Реже надо к мастеру носить Они дольше вытираются Вот это вот все Ну как будто бы Влияет Но опять Не принципиально А вот материал ладов Тоже наверное не влияет Потому что есть лады Помягче Пожестче Ну которые шуршат Которые не шуршат Я в этом не очень сильно разбираюсь Поэтому Мне высота ладов Важнее чем просто Материал ладов Наверное вот так Экшон Экшон Это высота струн над грифом Это крайне важное говно Потому что если у вас Экшон слишком высокий Будет неудобно играть Будет труднее учиться Особенно если вы только-только начинаете Если вы не Ингви Малинстин И вы не знаете что делаете То экшон лучше пониже И вот это вот все Я вот что заметил Если на гитаре Отстраивается экшон До очень низких А здесь наверное Вот на этой гитаре Самый низкий экшон Который я вообще встречал В своей жизни На котором я играл И все потому что Здесь в жопе есть болт Короче Смотрите вот тут вот болт Вот тут дырка Видно да? Дырка Дырка Технологическое отверстие В него вставляется шестигранничек И этот шестигранничек Крутится И изменяется угол Наклона грифа Ребята представляете И от этого меняется Высота струн Раньше для этого Что мы делали? Мы подкладывали бубашку А здесь ты крутишь И оно вообще короче Ля пота Фендеру зачет За такой приколюху Я не знаю На всех ли новых гитарах У фендера Теперь такая штука есть Но если вы Вот эту штуку видите Это прям Не знаю Это меняет игру вообще Вы не только изгиб грифа Регулируете анкером Вы не только Регулируете вот здесь Вот бриджом Здесь кстати Нельзя бриджом ничего отрегулировать Но вы еще здесь Это короче Вы можете вообще Любую Ну вот Что хотите сделать Это просто Целый мир настройки Для вас открывает И вы можете прям Высоту струн над грифом настроить Так как вам хочется Это я к чему Высота струн над грифом Важный фактор Что у нас осталось? У нас остался последний фактор Что бы это значило? Я не знаю Для меня дерево Вообще никакой разницы не играет Если оно влияет на звук Да срать вообще Не в звуке дело Единственное на что влияет дерево Это на вес гитары И вот это уже Чуть-чуть принципиальный момент Но не настолько принципиальный Чтобы уделять этому какое-то То есть когда я покупаю гитару Я не изучаю Из какого она дерева Я беру гитару И взвешиваю ее И все И вот это все Что мне нужно Чтобы понять Слишком ли она тяжелая Или не слишком А из какого там Она материала сделана Ну если он в руках Не рассыпается Вот чисто вот Прочность физическая Вот это все что нужно А звуковые характеристики Да плевать Честно говоря Ну то есть Это я на слух послушаю И я не буду узнавать Какое это дерево Зачем мне знать Какое дерево Если есть слух Вот смотрите Какие факторы Вы уже поняли Что самое главное В гитаре Это то Как она выглядит Какого она цвета Какая у нее голова Какой у нее корпус Все потому Что вы не будете играть На гитаре Которая вам не нравится Вы даже не доберетесь До того чтобы изучить А строит она или не строит Что у нее за звучки Какой там звук Какой дель Да срать Вы даже не подойдете К этой гитаре в магазине Если она издалека Вас не привлекла визуально Ну а дальше И тут уже всякие Другие факторы Всякие Вот эти вот Вот эти вот Чем ниже Совершенно не важно Сколько у гитары ладов Есть ли у нее окантовка Конфигурация ладов География производства Аксессуары всякие Износ гитары Реликовость Локовые колки Коллекционная ценность Конфигурация колков Активность пассивности дерева Все это фигня На которую можно Не обращать внимания Главное чтобы гитара Была красивенькая Такая же красивенькая Как и вы Спасибо что посмотрели Видео до конца И не перематывали Это помогает ютубу понять Что видео надо продвигать Зрителям Показывать его людям И добавляет просмотров Мне на канал А это делает Лайк если вам понравилось Это видео И подписывайтесь на канал Если у вас есть сердце Если хотите поддержать канал Можете зайти в телеграм Там есть услуги Связанные с текстами Или заходите на буст И скоро начнем движуху С текстами Потому что подписчики Проголосовали за начало движухи Сделаем стрим С разбором текстов Кстати уважаемые бусте Подписчики Пожалуйста Начинайте мне присылать Свои тексты Мы готовим разбор На бусте опубликован пост Где все инструкции есть Зайдите Не забудьте Посмотрите Обязательно почитайте Присылайте текстовочки свои Не забывайте Искать исполнителя Вадик Углов На всех площадках Это тоже помогает Мне развиваться Ну и естественно Я желаю вам Купить ту гитару Или те гитары Которые вы хотите Потому что вы Классные 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 Классные